Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю на последнем уровне сложности вести единую империю к доминации в галактике в Endless Space 2. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании, в правом верхнем углу появлялась. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Так, я хотел обсудить с вами вообще путь к победе. Как видите, у нас тут 6 вариантов победы. Давайте разбираться. Ну, точно не экономика. Не собираюсь тут... Главное, чтобы в каком-то плюсе были деньги. Побеждать экономикой, ну нафиг. Вот, есть вариант наукой. Попробовать. У меня вроде как раз... Я и квест выполнил фракции на науку, потому что за Единую Империю там можно и на производство выполнить. Ну и в принципе, мне кажется, неплохо идем. Правда, это первое место... Это не факт, что опять же мы первые по науке. Это просто все еще не исследовали технологии вечных. Никто еще не исследовал. Завоевание. Ну, тут есть проблема. Очень большая карта. И последний уровень сложности вряд ли у меня получится. Но видите, нам надо 36 систем в галактике контролировать. Кстати, кто-то больше контролирует, чем 10. Господство, это вообще захватить все домашние системы. Это вообще, по-моему, нереально на 12 фракций. Просто нереально. По очкам. Ну, я уверен, что игра быстрее, чем 150 ходов закончится. Ну и чудесное. Вот тут тоже интересно. Обелиски пространства времени построить. В принципе, у нас производство тоже неплохое. Правда, где вот эти обелиски пространства времени? Вопрос. Количество действий. Количество принадлежащих вам чудес. Уточнил про обелиски. В общем, они открываются, когда мы достигаем пятого уровня в какой-либо вот... Смотрите, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот когда пятого уровня мы достигнем исследования какой-либо области, мы сможем построить обелиск. Он очень дорогой. Там производства дофига, при этом еще 50 Титана и Гиперия, 25 Адамонтана и Антиматерии, и по 10 Орехалка и Квадриникса. Каждый этот строит. Ну, кстати, тоже как вариант. Это... То есть, я так понимаю, что у нас есть два варианта. Либо чудесную, либо научную победу организовать. При этом... Так, с кем я тут могу поговорить? Вот с этим парнем у него какой-то можно прекратить атаки, давайте попросим. Тем более, что он просил помощь... А, нет, это те... Это Ортиней, нет, это не те ребята. Давайте мобилизовать возьмем. Так, и... Что у нас по законам? Ну, пока тут ученые. Тем более, что у нас еще ученые главная фракция, а не производственники. Блин, они еще и пирактическую путаницу на меня наложили. Давайте еще раз посмотрим, какие тут есть у нас. Ну, на науку я тут не вижу вообще никаких других. Одна, плюс одна ячейка законов. Да, кстати, а какие у нас вообще законы тут идут? Минус 10% стоимости улучшений. Ну, то есть, это строительство зданий всяческих. Можете изучать технологии из следующей технологической стадии. Вот это я не могу убрать, просто потому что это закон от ученых. И тут плюс 20% тоже не хочу выбирать. А какие вообще еще есть? Три очки движения. Плюс 30% еды точно не надо. Ну, я бы пока все так и оставил. Видимо, по законам. Так. Что мы будем делать с флотом? Нападать ли мне... То есть, я хочу нападать на Люмерис. Но мне кажется, что слабовато еще. Я бы, наверное... Вот линкоры попытался. То есть, у меня вообще 73 Атамонтана есть. В принципе... Да. Я хотел еще... По-моему, я смотрел, какой флот у Люмерис. Они-то все на кинетическое делали. То есть, мне давайте линкор защита от кинетического поставим. Так. Мне, конечно, маловато гиперия, к сожалению. Так. Увеличивает шанс стать целью. Ну, смысл? Мне кажется, нету смысла такое ставить. Что у нас тут на защиту? Так. Давайте именно от кинетического. И обычное вот так сделаем. Теперь. Могу еще один двигатель. Шесть атак, девять. Надо ли? Ну, поставлю, наверное. Конечно, один Атамонтан это стоит. Но зато быстрее будет летать. Перемещаться с системой, где он будет построен. И, наконец, атакующие. Три, два. Ну, это... Ну, я бы вот это ставил. Каждый линкор. Четырнадцать. Может, немножко все-таки ракет. Вот, в дополнительные слоты. Двадцать восемь урона. Такое сбалансированное что-то сделаю. Давайте вот так применим. А что я там дальше открываю? Как раз новое оружие. Но... Давайте пока так линкоры построим. Так, плюс. Могу ли я еще? Да, бегемот мне должен где-то строиться. Да, в Коране строится бегемот. И какие у нас планеты самые производственные на данный момент? Естественно, моя основная планета. Давайте сюда добавим линкор. В очередь. Дальше Янус. Тут линкор в очередь. Минтака. Тут давайте линкор в очередь. И здесь... Два линкора. Ну, мы четыре линкора... Вполне так. Вот за четыре хода как раз, да? Тут четыре. Тут четыре. Тут пять. Но они как раз... Минтака ближе всего... А нет, тоже далековато. Ладно, я просто хочу нарастить вот реально такой кулак, чтобы напасть уже солидно. Тут у нас еще открываются техи всякие, бегемоты. И дальше на науку пойдем. Так, тут у нас... Территория сафонов. Что, открыли? Это я какую-то теху открыл. Кстати, мне бы еще в городах... Видите, у меня минус 23 трудовые резервы. Мне бы еще в городах на трудовые резервы построить. Вот хотя бы верфи. Нет, это дополнительные очки здоровья. Здоровье защитника. Слушайте, у меня на трудовые резервы даже нету никаких зданий. У меня они медленно повы... Медленно пополняются. Так, ну тут я полечу еще исследователи. Давайте, наверное, просто... Давайте глянем. Если тут где-то еще аномалии не исследованы. Тут все исследовано. В спике, по-моему, тоже. В гайконе. Тоже. Это нейтронная звезда. А тут закрыты пока две. Ну, а на полетим сюда. А почему... Стоп, а почему так? А, тут нету пролета. Ну, как-то долго лететь будет, получается. Так, давайте... Весы я зачем-то направил. Мне надо, конечно, перенаправить на этих, на люмерис. А, нет, все правильно. Вот у меня на весы. Все верно. Ускоритель действует. Все нормально. Так, отсюда... Сюда полетим. Ну и пока все. Вот, закончу, наверное. Фаде, если на еду... Нет, ничего не меняется. А, 46, 66. Ну, тут, по-моему, в Фаде у меня уже все заполнено. Да. Нету смысл на еду ставить. Вообще, по-моему, везде все заполнено. 2, 9. Тут колонизировано. Ну, тут мало народу. И Медведица 2 будет терраформирована. Это колонизируется. Тоже на производство. Все можно колонизировать. Нет, это долго терраформируется. Так. Плодородная, умеренная и планета. О, тут еще есть... Рынки можно исследовать. И... Вот это предсказательная логистика. Куча производства сразу. Так, тут все у нас. Куча всего сделана. Подождите. А специализация поставил на производство. На производство. Блин, у меня еще есть вот эта специализация. Давайте посмотрим. Горячая, холодная и стерильная. Стерильная. Вот это еще надо смотреть. Тут все умеренное. Вот стерильная у меня еще терраформируется. Значит, ничего не делаем. Дальше. Холодная специализирована. Умеренная ничего не делаем. Тут вообще пока... А, вот где мне надо было, кстати, линкоры делать. Вот еще где линкор можно. Так, производство. Горячая вот есть. Но я ее терраформирую в умеренную. Вот горячая. Она колонизируется. И вот стерильная. Я ее тоже, видимо, надо терраформировать. В саванну. Блин, очень много производства это требует. Мне бы, кстати, вот тут производство вот это поставить. Так. И потом уже терраформировать. Так. Идет авто. А вот холодная и стерильная. А она не колонизирована еще. Ну, давайте колонизируем. Потом, после линкора. Тут колонизируется. Политика автоматизации есть. Линкор. Ну, опять же, нафига мне еда тут. У меня уже все везде. Просто забиты все планеты. Перенаселение. Дичайшее просто. Все, ладно. Заканчиваем ход. Готовимся к атаке на люмерис. Мне бы вот с этой стороны какой-то мир иметь. Что... Особенно с деревьями мне хочется. Не. Я в прошлый раз вкинул кучу культуры в эту академию. Нафиг надо. Так. Что мы тут еще? Урон на флот не хочу. Урон на корабль. Содержание героя меньше. Меньше содержания флотов. Ну, тут, видите, просто у каждого героя есть способности и на флот. Это если мы его генералом назначаем. Ну, похоже... Ну, я производство возьму. Нафига мне тут деньги. Тут, правда, и это как бы сейчас мне не очень. Вот тут бы, конечно, два производства на уровень героя 2%. Какой у него вообще уровень уже? Двенадцатый. То есть, будет теперь плюс 24% к производству. Бегемотик. О, кто все прилетел? А вот и люмерис. Кстати. Как они туда добрались, я не понимаю. Ну, ладно, мы его... Проатакуем. Он, скорее всего, отступит. Просто отступит. Нет? Ну, странно, я его даже не убил. Охренеть. Я, почему бы, отступил, да. Не может быть, что... Конечно, отказаться. Мы с люмерис будем... Будем эскалировать конфликт. Так, за ним полетим. Пока. Так, все везде строится. Штаб-квартира торговой компании. Еще одна построилась. Мне надо... Я ее построил в Янусе, да? Мне надо филиальчик где-нибудь. Какие у нас тут? В Ментаке. В Ментаке, по-моему, у меня есть филиал. Да. Той компании. Тогда давайте... В Героине. Расширенные шахты. Вот филиал системы. Так, сделаем. А во плоти предателя можно? Нет, пока больше нету филиалов. Так, что у нас вообще по транспортным компаниям? Я так и не понял, как мне улучшить, честно говоря, транспортную компанию. Почему всего один бегает? Нету... Вот мне надо договориться о мире с деревьями и к ним выпускать... Так, с кем я могу поговорить? А, это взаимодействие с Академией? Нет. Сорян. Не хочу. Так, деревья. Сдержанное, влиятельное давление у нас на них. Вообще не хочет мир. Потому что я не так делаю с ними, интересно. Обмен видеоданными, это у нас общий обзор будет. Я просто смотрю, насколько он... Ну, я не хочу бюрократическую путаницу в них. Увеличить давление. А у кого... То есть у меня вот на деревья я на них давлю. А деревья на меня давят уже. Ну, тут одна десятая, ладно. Я давлю на Мезари. На меня давят и Люмерис, тут 4,5. И Хор Теней 5,6. Блин. Это дофига, конечно. Ну, давайте, может, и мы тоже этот путаницу попробуем. Подождите, я не в того бросил, я в Ёлу бросил. А тут, кстати, и так давление на Люмерис. Хочу еще на Сафонов. Потому что тоже 5,4 как-то. Да, мы можем видеть, как это может помочь в этом войне. Но мы все равно победим на сайте. У них почему-то акцент английский такой. И они как будто этим говорят. Ну, 0,4 уже. Попроще немного. Интересно. Тут можно, кстати, да, с пиратами им деньги давать. Не обязательно было их уничтожать, кстати. Но где они? Я их не могу, как бы, использовать, например, против тех же Люмерис. Поэтому никак я с ними не буду сейчас. Ну, что, давайте... Я не знаю, мне не нравится, что Сафоны тоже тусят. Я бы не хотел их тут видеть. Кстати, бегемот посильнее будет с бегемотом. Но он, скорее всего, тоже опять отступит. Может, им границы закрыть, тупо? Культура как бы у меня дофига. Давайте я Люмерис... Люмерис и Сафоном закрою границы. И... И, и, и... Сафоны. Видите, чтобы использовать культуру, вам нужен... Ну, использовать дипломатию, вам нужна культура. Что логично, по-моему. Вот это... Мне... Мне механика дипломатии в играх Эндлесс всегда очень нравилась. Как она тут называется? Прогр... Не, прогресс, наверное, наука. Время забываю. Влияние. Да, влияние империи. Так, все, закрыл я им границы. Тут мы стоим. Так. Можно какие-то аномалии исследуем. Давайте одну исследуем. Что нашли? Аяк-снаряды. Это кинетическое, 82 урона. Еще и... А, на малой дистанции, правда, эффективны только. Мне не хочется брать оружие малой дистанции. То есть, это мне надо сближаться. Обязательно, чтобы использовать. Вот видите, мы не можем все. А лететь мы можем только вернуться. Оттуда, откуда прилетели. Когда вот так вот закрыто. Давайте отправлю тогда туда. И туда. А, мы вообще все... Блин, то есть, и меня закрыты. Ну, блин. А как мне домой вернуться тогда? Продать корабль, что ли? Ладно, пускай стоит. Я думаю, сейчас его вынесут, скорее всего. А, слушай, если нападут, так я просто отступление хотя бы нажму. И он куда-нибудь да полетит. Кстати, если вдруг кто не понимает, то когда заканчивается ход, компьютер не ходит. Компьютер ходит с нами в один ход, на самом деле. Тут все ходы одновременные. Так, разблокирует действие флота уничтожения планеты. Дальше у нас лучевое оружие. С антиматерией лучевое оружие из Адам... А, это вообще антищит. Какой-то... Цель щиты. Он щиты убирает, я так понимаю. Дальше бегемотики открываем. Станьте хозяином. Цель не достигнута. Другая империя. По-моему, эти деревья это сделали. Ваша операция злом была отслежена и прекращена. Блин. Контекст вашего обмена дипломатическими сообщениями с империей Сиаго больше не действительно интересен. Вот это я не очень понял, что такое. Обнаружил врага. Ну, тут как бы еще вопрос, кто кому враг на самом деле. Что это я в его границах тут летаю? Так, у нас тут линкоры построились. Ну и бегемотом сюда летим. Пока больше бегемотов не могу. Но мне когда откроются вот это чертежи джаггернаута, смогу еще этот бегемот построить. Драгоценности. Минус 50. Нелояльность из-за перенаселения на планету. Так, сеятели, мизари. Как у нас вообще тут по населению? Сеятели 50 по плюс 9. Ну, хотя, опять же, нафига мне еда? У меня народ просто... Уже немерено этих народов. Народу. Мне еда, мне кажется, точно не нужна сейчас. Так, в графисе мы лавовую планету колонизировали. Лавовая, лавовая. Колонизируем эту. Потом надо будет на производство сделать. Руинки будут исследованы. Странно, тут больше места для жилья. Почему я эту первую решил? А, потому что я, наверное... Не, вообще не помню, почему. Ладно. Я бы вот эту в пустынную терраформировал. Ну, чуть меньше производства будет. Но я когда вот это сделаю, уже будет нормальным я тут с производством. В этой системе. Тут мне убили кораблик, к сожалению. Тут летит. Что-то могу тут поисследовать. Что нашли? 60 науки. Ну, неплохо. Тема, сколько сейчас науки уже в ход? 2700. То есть, 60 науки это... 2% от того, что в ход я получаю. Ну, в принципе, почему нет? Так, давайте туда спутник отправлю. Так, оборонный модуль еще появится. Может, улучшить пока военные бегемоты? Что у нас тут? Вот это вот что? Совершенство... Ну, блин, у меня антиматерии 30 штук всего. Это самый дорогой этот. Ну, я так понимаю, что это и урон будет соответствующий. 51 урон в ход. Оптимально на средней дистанции, а этот оптимально на дальней. Ну, тогда 30 всего лишь. Еще при каждом попадании 6 членов экипажа уничтожает. Пробивная сила против корпусной обшивки плюс 20. Ну, тут вероятность крита выше. Ну, я бы это поставил. Хотя бы один. Да, один надо. Думаю, это круто будет. Или вот сюда поставить. Не, ладно, здесь пускай. Следующий... Еще 4 хода. Там какая-то обшивка будет открыта. Давайте пока так. Оставим. Ну, и пока не буду я прям апгрейдить. Сами уже готовы. О, да. Грация взлома. Это у меня в весах. Да? Отследили. Ну, 3 хода взлом. Эту планету я собираюсь атаковать. Ну, давайте сюда добавим ускоритель. Сколько? Все равно 3 хода. А форсаж? Сокращение расходов. Ну, ладно, все, тогда пока. Надо 3 хода и тут что-нибудь ухудшать как-то состояние системы, когда взломаем. Ну, у нас не через это игра. То есть наша империя вот не к этим взломам. На самом деле... На самом деле... Мизари. Мизари. Везде. Я говорю, что ваша торговая компания производила больше всего пыли в галактике. Интересно. Хитрая. Это хитрая дипломатическая нота. О, сафоны объявили войну. Отлично. Тркану захватим. Наверное. Ну, я пока буду концентрировать силы. Посмотрим. Ну, вряд ли у меня сафоны могут где-то в тылу пробиться ко мне. Я так надеюсь, что не могут. Так, черную дыру нашел. Теперь можно отсюда попытаться улететь. По той простой причине, что теперь я пофигу. Открыты границы, не открыты. Производство, еда... О, 30 на систему. Да, я бы вот это взял. Дополнительное производство. Я иногда хранителей Мизари называю, потому что они как бы... В Endless Legend. Это одно и то же как бы было... В принципе, там две фракции были. Хранители Мизари, это все одно и то же. Хотя, я просто думаю, что вас это путает, потому что у меня у самого жителя Мизари. Давайте на культуру, наверное. Рыночная стоимость системы, если мне не изменяет память, по-моему, это влияет на то, сколько... То есть, я в данном случае ошибся. Мне надо было... Ну, хотя я ошибся, может, я правильно, на самом деле, построил. То есть, торговые компании надо было строить в самых дорогих системах. Вот такое. Давайте я гляну вообще, где-нибудь нарисовано стоимость системы. Ну, понятно, скорее, что моя основная комп... Моя основная система самая дорогая, понятно. А вот вторую компанию надо было посмотреть, где строить. Кстати, могу я еще какие-нибудь... У меня только две системы пока третьего уровня, да? Нет, три. Еще Минтака. Накопил ли я ресурсов, чтобы еще бахнуть? Васильков, ну да, накопил. Можно какую систему улучшить? Блин, вот тут опять минус пошел. Из-за чего? Минус 16 из-за планеты... Минус 13 из-за перенаселения. Минус 16 из-за планеты. Это какая-то... Вот, наверное, из-за метеорит... Нет? Нет, она пока... Ну, эти перенаселения, во-первых, дофига уже минуса дает тут. Ну, и ладно, я эту колонизирую, наверное, сюда перейдет. Но вообще удовлетворение снижается. Видите, уже меньше стало. Надо что-то со счастьем тут делать. Ну, давайте, наверное, героину... До третьего уровня поднимем. Тут филиал сейчас достроится. Где тут модернизация. Так, а еще у меня есть система явно вообще первого уровня, да? Да, фат. Вот, на фаде надо до второго поднять. Так, сделаем. Графиас. И... Братцы... Ну, медведицу хочу сначала... А, и все, не хватает пока васильковой плесени. Так. На Яну селенкор построили. Да, блин. Надо сначала во флот сделать, потом отправить. Тут, конечно, есть вопрос. Вот человек, не игравший, да? Вот у него появился... Ну, к сожалению, я сейчас не могу показать. Следующим ходом, ладно, появятся корабли. Это к вопросу о великолепном интерфейсе Endless. А то у меня, знаете, почему-то... Ну, блин, фанбой у любой игры есть. Почему-то приходят люди и начинают рассказывать, какой в Endless Legend или в Endless Space 2, например, офигительный интерфейс. Просто вот... Я поигра... Пишет такое. Я поиграл 10 раз и привык. Типа такого. Так, пока... Заканчиваем ход. Ресурсы есть. Блин, мне бы на самом деле на Титан что-нибудь открыть. У меня вот есть вспомогательный модуль на урон титановый. И вспомогательный... Точнее, не есть, а можно открыть. Увлечение количества уничтожаемых членов экипажа. Вообще, как-то среду Титан именно в плане боевых действий не особо используется. Он в основном для строительства зданий используется. Так, что у нас еще по кораблям можно... А вот я линкоры открыл, они во что-то апаются, если я ничего не путаю. А, это вот я разблокировал дополнительные чеки. Собственно, их уже использовал. Хорошо. Шеридинг класс не хочу. Это улучшает... А, вот это у нас... Атакую еще. Вот это у нас корветы улучшит. Давайте-ка я вот это открою лучше. Побыстрее. За один ход. У меня скорветы улучшатся, дополнительная ячейка появится. Причем титановая. То есть, как раз мне... То, что можно будет использовать. Так, хорошо. Ладно, пока тут все. Не хочу там другие титановые модули какие-то открывать. На уничтожение. Он тут стоит, потому что я границы закрыл. Минус, потому что я новые корабли строю. То есть, пополняются... Члены экипажа. О, Орехалк открылся. Вау. Так. Значит, могу экзотические блюда строить. Вместимость. И плюс 10% еды в трудовые резервы. Ну, хотя... Возможно, в моем случае неплохая штука. Блин, пат был взломан. А могу я что-то как-то сделать? Какие-нибудь... Какую-нибудь защиту поставить? Нет, походу. Чуть меня все взламывают. Торговые пути тут бегают. Да, конечно, с шифрами я вообще как бы не соображаю, что делать. На самом деле. Соржет с торговыми компаниями. О, уже два активных пути. Каким-то образом появились. Скоро вон третью компанию открою. Четвертую стадию вышел. Улучшенное бонус движения для кораблей. В квадранте развития. То есть я вот здесь открыл. Видите, четвертую. У меня вообще везде открытые. Я бы хотел, конечно, в первую очередь, наверное, вот это выполнить. А для этого мне надо в этих вот системах, в этих штуках по три технологии открыть. Видите? Так, ладно, я хотел посмотреть, улучшились ли теперь у меня линкоры. Появился ли дополнительный модуль. Тьфу, не линкоры, корветы. О, даже несколько модулей, я бы сказал, появилось. Зашипись. Так, вот на что их... Это кто сюда прилетел? Йоло. Иса... Исафон. Еще тут висит. Ну вот, смотрите. Появил... Вот чувак первый раз играет в Endless Space. Да, это про... Офигительно понятный интерфейс. Первый раз играет в Endless Space. У него появился кара. Он в каране вот построил флот. И он такой видит. Ну вот он появился, да. Такой берет его и такой... Блин, а что он не летает? И подсказка еще. Выберите... Это действие нельзя выполнить в ангаре. Выберите флот. Он такой, какой флот? Че, я аж выбрал флот. Че за фигня? А тут тогда... Эти вот эту маленькую иконку. Создают новый флот из выбранных кораблей. А, вот оно че. И все вот... Жамкнуть. И только тогда... Ты сможешь отправить корабль, куда ты хочешь. То есть, одно лишнее действие, по-хорошему, добавлено. Тут то же самое. Вот опять надо сделать флот. И отправить. Удобно? До невозможности. Так, ну давайте, наверное... Тут сильно он... Он не может быть сильным. Это скаут. Ну, мне кажется, вот как раз Хишу должны... Уважать, что... Тихо Тихо Илья, и как раз военный, когда они уважают это дело. Нам не нужна ваша повара. Радушный, кстати. Кстати, раз он радушный, может мы хотя бы с ним... С ним хотя бы сможем... Давайте вообще глянем, какие у нас тут отношения. Так, я могу кому-то че-то... Так, война с этими, это ладно. Вот. Ёла, че-то. Ты умирай, спрятая друг друга. Знаешь, что я люблю эту флот. А, мы не можем с ним мир заключить. Ну, хотя бы, может, обмен карт произойдет? Мы не можем мир, потому что у него... Способность... То есть, эта фракция не может ни с кем мир заключить, в принципе. Блин, никто не хочет картами меняться. Жопы какие-то. Ну, Горацио. Что ты хочешь со мной? О, так они нам даже сейчас заплатят за мир. Ну, это хорошо, я с ними воевать не собираюсь. Чтобы тебя попросить такого. Может, трудовых ресурсов? Не, наверное, 1800 дофиг. Не, нормально. А, я убрал все, зашибись. Да почему удаляет-то? Я не понимаю, что... О, да блин. Что это за... Ладно. Да ё-моё. Ну, про него, конечно, не согласен. Так, что бы я попросить такого? Может, обмен картами? Ага, ладно, если я тоже предложу. Кстати, может он... Не, он не согласен. Блин, я хочу за мир у него что-нибудь... Он так хочет мир со мной заключить, что хочется прям с него последнюю рубашку снять за это. Хотя бы 100 монет дашь? Даст. А 200? Долго так просчитывается вот это? Не даст. 150. Короче, ладно, 110 давай и... Разойдёмся. Не так уж сильно он хочет мир. Всё же, 110 монет каких-то вшивых. Ну? Они не согласились на мир, прикиньте. Ой, блин. Так, ладно, а с этими... Торговое соглашение. Не могут... Не могут пересекать вражеские системы. Ну, у нас вроде вражеских нет. В другой стороне у меня это от... Вообще, где у нас эти Горацио? А я их даже не вижу на самом деле. Всё равно я бы заключил торговое соглашение. А обмен видеоданными, как тебе такой вариант? О! Отлично. Так. Даже можно обмен картами не делать. Так, торговое соглашение. Договор об обмене научной информации. Отлично. Сейчас я ему что-нибудь дам. Дополнительно. От научной информации, как вы, так и другой игрок, получают резкое увеличение показателей до вашего исследования. Чем дольше продлится соглашение логики, тем выше показатель этого роста. Отлично. Чтобы ему заплатить такого... Может, трансвинограда дать как раз? Двадцать. Я его просто получил за какой-то квест, по-моему. Да, нормально. Ну, давай, соглашайся. Да, как так-то? А, видимо, вот эти с восклицательными знаками, типа... Что-то я ему кидал. Вот это восклицательный знак. А, повлечет расход на содержание. Двести пятьдесят шесть вход. Ренасия. И это еще двести пятьдесят шесть вход. То есть я буду... Пятьсот. А, давайте обмен видеоданными. На этом закончим тогда. Двести пятьдесят шесть вход. Ничего себе. Так, ну-ка. Ну, вот с Горацио можно дружить. Мы вообще не претендуем ни на что друг против друга, мне кажется. И я еще не встретил... Раз... И два. Еще двоих не встретил. Но я могу предположить, что один из них это... Нет, не могу предположить. Не, один из них это точно должны быть... Эти с ковчегами, которые летают. Забыл, как они называются. Так, ну это мы тут пооткрывали кучу всего. Кучу всего построили. Можно еще модернизировать какую-нибудь систему. Медведицу, я думаю. После колонизации давайте сразу модернизацию поставим тут. Дальше четыре хода терраформирования. Как раз через три хода будет еще один бегемот. Будем бегемот строить тут. Тут и и рабочие дают производство. Плюс 25% денег. Блин, ну 25% Адамонтана мне сейчас... Ну вот тут, кстати, 25% на счастье на науку можно. Потому что тут ведь и тут экстаз, и в этом счастье. Как раз я и там, и там построил. Дальше экзотические блюда, 25% здоровьев, генерирование ресурсов. Я бы это строил там, где у нас Адамонтан и Антиматерия. Так, плюс у нас, я уже увидел где-то Орихалк. Вот, в героине. Ну, он не добывается, потому что я еще не открыл теху, которая позволяет его добывать. Это где-то вот здесь должно быть. Вот, позволяет Орихалк. Не Орихалк, если квадроникс это. А вот квадроникс. Квадриникс. Гамма-абсорбация. Микроволновые трубки. Тоже классные, кстати. Плюс два. Давайте я в очередь поставлю вот это открывать. Так, что у нас тут по планетам дальше? Терраформирование пока тут и и рабочая лаборатория. Ну, не знаю. Типа как трехмерная тогда печать для всех потом поставить. Тут может просто закончиться производство. И дальше неизвестно, что будет делать. На горячей стиле. Стерильные на героине. 11 ходов пускай пока будет. Так, колонизация Минтаки. На плодородной и умеренной. А у меня Минтаки какие? Умеренная. Одна умеренная только. Ну, видимо, надо... Я бы терраформировал ее. Стерильные, мне кажется, надо уже убирать. Можно будет, кстати, здание на стерильность, которое давали. Давали. Так. Терраформирование. Плодородная. Плодородная умеренная. Три хода. Тропическая. Ну, давайте пока тут терраформирование закончится. нагре ракли ледяная токсичная я бы токсичную терраформировал чем разница но тут больше производства будет давать саванна давайте в саванну 9 ходов тут идет тут все идет плюс 20 за планету так оплот предателя стоит ли мне строить еще линкоры я вот думаю другой стороны много линкоров не бывает правильно ведь почему бы и не построить ладно сделаю так тут у нас линкоры объединяются во флот еще один пасут флот корветов и будет флот линкоров больше кораблей я вроде не вижу так куда мы тут полетим дальше но вообще с афон и саре неплохо так позанимали тиркокс люмерис дело в том что я только что захвачу но дальше-то мне люмерис мешается ну давайте глянем корветы таким лучшим я бы этим флотом корветов полетел уже давайте поставим усовершенствованный решетчатый вэш лазер сюда защиту меня чисто от артиллерии что ли так ну защиту от артиллерии поставим реактивную еще и защиту дополнительный модуль может поставить чтобы можно было сразу высаживаться или все-таки лучше на двигатель давайте лучше на двигатель поставим и у нас еще один защитный модуль давайте от энергии такой сбалансированная где там больше артиллерия конечно было давайте сбалансированная сделаем так меня беспокоит так применяем проект сколько будет стоить апнуть весь этот флот не хватает гиперия сейчас 64 штуки антиматерии как раз норм 64 гиперия можно ли его прикупить блин все дорого 351 вообще ну ладно давайте часть апнем тогда что же делать у меня гиперия 9 фунок эти гиперия больше всего и добывается бы я правильно делаю что именно его пихаю так давайте на сколько у нас хватит на 5 ну что слетаем что-то тут пока никого не видно может и одну еще на всякий случай одного отправить отправить одного бегемотика только я его апнул опять же там только антиматерия требуется в принципе и второй наверное ап но пускай он тут стоит в защите ага уже не хватает не хватает так ладно таркану просто хочу захватить подождите а я а где у меня корабль в котором собственно по-моему тут должен быть с этими с линкорами высадка собственно новички плюс 2 колдера с вашей системе про еще сколько это чуваки началось единственное здание отчаянное пульсосы дальние родственники древнего народа по званием гармония строить свое поселение в разных системах сейчас идут розыски беглые преступницы по имени алксиокс это пульсос пришло на новый уровень исследования пыли так победите флот алксиокс в системе азовость провести переговоры ну давайте победить но я думаю что я не буду этим заниматься а ну все блин сразу сразу проваленный квест зашибись видимо его кто-то победил другой я даже где-то система на самом деле вот да вот он летит так ну давайте посмотрим тут сила 6 400 и 3000 защита а у меня а у меня все хуже ну вот бегемот я могу сейчас бегемот пожертвовать бегемотом проатаковать а потом добить тем флотом я вот думаю если так поступить вот этого парня уберем ну да не понимая у компьютера какое-то постоянное желание прилететь в систему зачем-то реально не понимаю зачем артефакты реалов 9 уровень 9 уровень для мандзукич гляну как они тут с поддержкой ага не очень поэтому поддержку давайте улучшим ей как раз счастье наступило счастье наступило может надо было линкорами лететь у меня еще два только линкора здесь пока а где у нас построился вот давайте на этого нападем не нравится что он тут висит у меня в системе пускай умирает или отступает или еще что делает убили мы его а а а а а а так где у нас тут еще корабли какие летят ну вот линкорами я думаю добью вообще так просто не хочется флот терять здесь не знаю тут я еще смотрю у них довольно опытные корабли у меня виден новобранец 2 например только а у него новобранец 3 уже то есть это третьего уровня то есть опыта даже побольше ну и это судя по всему тоже корветы если я ничего не понимаю а вот это кстати линкор ну типа я имею ввиду похоже на мои так и у них в основном смотрите атака кинетическая а защита от энергетики ну у меня как раз как раз то что у меня надо оборону кинетическую поставить пусть и давайте отсюда полетим обратно наверное зря прилетел ну линкорами мне кажется я это смогу добить а вот остальным тут как-то очень очень тяжело будет тоже с афонами блин мне бы деревья привлечь для атаки с афонов тоже деревьев бы еще отсюда если ударили было бы вообще зашибись в смысле почему а тут нету пролет так блин вот эти ветви деревьев кэши меня путают видите вот тут соединено мне казалось что тут пролет есть на самом деле нету я сейчас из-за этого я дебильно полечу ой блин куда подлететь наверное какие-нибудь отправить тоже а где у нас вообще центр галактики вот тут что ли в центре галактики у нас вон хранители тусуют да ладно так на медведица тоже на производство поставлю модернизация мне сейчас кажется сейчас тут вот нападут на меня с афонами и я солью флот радостно ну мне надо отступить будет просто на самом деле не воевать отступлю я пол хп потеряю но зато сохраню флота и проапгрейджу потом так это наземные встроить спящего давайте встроим спящего сюда попробуем ну это воейру правда и дальше давайте таркану взлом плюс сокращение расходов плюс ускоритель все еще 4 хода все равно форсаж ну хватит пока блин среди населения усиливается недовольство милитаристы поднимают голову вот так еда мне не нужна точно на янусе давайте посмотрим экстаз можно блин может мне еще геройку когда у меня вообще появятся еще герои плюс 2 почему-то вход вот интересно вот как эти очки начисляются видимо что плюс 2 вход это я очень долго буду а 0 героев класс ладно тогда этого парня наверное на производство я тогда уже ну поддержку меня там и так дофига я помню нету горячих планет там системе ну хотя бы плюс 5 ладно сделаем так урон урон ну наверное поддержку давайте и следующее уже будет крутые вот это конечно плюс 2 процента за уровень героя на систему так а что он в сенате мы можем за каких-то героев ну тут он главный у нас лидер мандзукич мандзукич так растет население 20 титана это я там какую-то аномалию исследовал модернизация колонизация лаборатория оптики модернизация второго уровня вот как раз мы руины исследовали оттуда у нас титан добавился цены на статистические ресурсы поднялись блин у нас там да улетаем отсюда пока нафиг обратно домой еще один линкор кстати вот он как раз летит и один ход когда смысл чертежи джиггернаута то есть улучшим улучшим нашего бегемотика смотрите я уже все планеты заколонизировал да красота все вот все планеты колонизированы вообще какие возможно у меня система по-моему я молодец так может в янусе что-нибудь построим таким это подземные подземные явления можно исследовать во первых стоит ли делать так холодное холодное вообще можно идти на холодных тут на науку плюс так что можно их специализировать плодородное айот на горячая горячая уже специализирована горячая холодная стерильность стерильных у нас нету слава богу что-нибудь построить плюс 25 процентов к деньгам не хочу тут и так экстаз у нас верфи ну а долго будут они строиться один ход можно верфи построить и собственно после этого построить корабли так на стратегические ресурсы плюс одно генерирование у нас тут только титан нет смысла защитника плюс два генерирования ну в общем можно тут после верфей верфей еще линкор тогда бахнет вот так давай так один ход до терраформирования до окончания терраформирования опять все все забито а ну тут нужны бесконечные супермаркеты конечно и да и лотерея роскоши потому что тут тоже есть отлично два хода и тут опять снижено удовлетворение это терраформирование да ну здесь плюс 10 за планету то есть это будет уже как минимум плюс 40 за плодородную и умеренную ничего ничего нету подобного ну давайте за бесконечные бесконечные супермаркеты ресурс роскоши тут один на лотерею пока ну давайте все на индустриальную инфраструктуру тут добавим три хода пока не буду трогать тут тоже есть что в очереди два хода терраформирования экстаз экстаз ну видите нет больше ресурсов на корабли поставить в очередь на гипериума не хватает ну давайте вот это будет если уж ничего другого не смогу так тут линкор достраивается тут тоже есть что строить семь ходов вообще три ладно пока заканчиваем ход ну я поддерживаю ученых конечно я бы как бы сейчас не победили военные ну-ка смотрим ну пока ученые вроде все таки да даже пацифисты чем-то вгоняют нет милитаристы на втором месте будут но он ученые нормально хорошо победили ну так сейчас новая теха откроется это мы сможем что-то на защиту для бегемотов определить во-первых новая специализация военный джаггернаут для наступательных это оборонный модуль окей сейчас посмотрим что за джаггернаут ментака взломана как я все туда долетел а это у нас грацию летают открывают мне территорию так это он в какой в героине сидит да тут надо ему прокачать на поддержку там неположительная была вообще 27 в ментаке из-за перенаселения из-за мне кажется почему тут минус идет к счастью вот меня интересует из-за планеты минус 34 из-за планеты ну может вот ментака будет сейчас улучшена и тогда повеселей народ станет тут плюс 2 тоже а вот минус 2 например 1 2 3 4 это минус 8 например не знаю короче как-то минус 34 как-то слишком дофига из-за планеты прямо Янус полностью заселен квадриникс нашли это мы где нашли квадриникс героиня уже на на героиня походу нашли отлично у нас и квадриникс квадриникс дофига будет 4000 вход уже науке пошло отлично так 50 процентов галактики исследовано опять он сюда прилетел а могу ли я то есть это да джаггернаут это другой корпус во-первых этому давайте что там защитный что-то новое открылась вот это обшивка джаггернаута ну над снарядов я так понимаю а то есть она пополам и на то и на то энергетическое оружие вот тут то что есть я оставлю так я могу еще один бегемот построить но я буду строить и явно джаггернаут в связи с этим и у нас на каране конечно же один ход так давайте посмотрим что там в джаггернауте сколько сколько всяких слотиков тут можно использовать блин какая махина у него была защита от энергетического а само оружие кинетическое то есть мне нужно защиту от кинетического у меня просто энергетическое оружие по мощи ну я вообще могу вот это универсальное поставить вот это на автоматический ремонт но мне кажется нафиг надо лучше просто защиту сделать этих будет использоваться квадриникс он мне не добывается но у меня уже есть пять штук в принципе ничто мне не мешает его использовать дальше поставим вот это антиматерия у нас есть гиперия у нас только 16 хватит 2 может прям а вот эту на дальней дистанции например 60 а 69 это уже дофига 53 тоже дофига 32 тоже дофига все еще ладно давайте вот этих ракет поставим а что у нас с двигателями так 8 и вот сюда еще 16 как раз будет 16 ну увеличить шанс стать целью он все равно один у меня будет участвовать в бою уровень демаскировки нафиг надо тогда вы ресурсами тут тоже нафиг надо так защиту я поставил ну пока так оставлю давайте столице его строить блин где он где джиггернаут чё за фигня ну как так то вот он есть я могу еще один бегемот строить почему его нету в списке кораблей патрульные колонист эскорт корвет военный бегемот исследовательский экономический класс пять баллов ну и что это за подстава на давайте военный еще улучшим с этим новым модулем защиты видите я улучшаю было 281 слова 2 350 друзья почему-то артиллерии то у них конечно больше артиллерии ладно давайте так сделаем давай отступай не поймаю почему я джиггернаут не могу там строить может для джиггернаутов нужно какой-то нужен какое-то здание для постройки для специализации бегемота выделите его на экране обзора галактики выберите нужную опцию на панели списка кораблей ну-ка вот оно теперь я понял космопорт надо ехать еще и уничтожитель дальше будет вау классно полетели еще так второго уровня должна какая у меня тут система поблизости в янус конечно же этот и этот то есть я сначала строить бегемот а потом его получается специализировать в джиггернаут немножко кривовато ну чё поделать так а чё минут не хватает 32 гипериума для постройки ладно подождем это система должна быть так заканчиваю ход да блин тяжело что-то на последнем сложности другой стороны вот тут меня на мясо фона не напали может они тоже как бы боялись кстати обратить внимание когда вот тут сейчас будет в границе солнце то они станут скорее всего это планета может перейти под контроль люмерис точно за поддержку там вообще по-моему в мин таки 27 было стали осторожными отлично так мин так его 44 отлично так у меня уже нету нигде в минусе уже хорошо ранее в саванну и в героини в саванну к больше тут ничего не ну тут я хочу дождаться сейчас появится гиперия мы будем что-нибудь строить не что им тебя бегемот мы будем строить умный сбор налогов ну наверное уже можно что 105 до монтана давайте сделаем что тут явно у меня дофига налогов собирается генератор магнитного поля с аномалиями у меня тут нету вообще аномалии бессмысленно мне кажется другой стороны у меня население 29 то есть я получу плюс 29 науки но это немного наверное не буду верфи кстати можно построить что корабли тут дальше планируем союз шахтеров можно уже гиперия стала не хватать и кстати заодно и расширенные шахты то есть это плюс один будет к добыче титана и гиперию и адамонтана между прочим а это еще плюс а то есть в итоге плюс 3 получается да давайте так сделаем дальше во плоти предателя у нас что модернизируем на 3 уровня что у нас какие у нас вообще тут и 3333 медведицу лучше а плот предателя тут не видно производман давайте оплод предателя все таки одна из первых моих систем не давайте модернизируем он похуже чем медведица ну ладно медведицу урона берется я думаю у меня этот этот грибок на кучу планет добывается как ну-ка 6000 конечно это круто да один ход он еще и ход будет тратить так на это у меня не хватает по ходу да и денег не хватает и ресурсов ну подожду тоже пока подожду что чтобы открылся эта система и туда полечу просто внизу что-то может быть что я сомневаюсь на говоря ладно отправлю тем не менее ну и на этом пожалуй серию закончу очень долгие приготовления к войне на 5 последний уровень сложность я просто сейчас могу потерять флот и на это все вообще закончится нафиг с войной вышлите какие там силы сравниваю силы сравниваю что у него прокачано все так уникальное улучшение открылось 50 науки за уровень системы то есть в третьем уровне надо строить а 50 антиматерии правда строит стоит и феномены четвертого уровня можем открывать новая торговая компанию можем построить третью кстати интересно и 5 уровень академии и система таркана успешно взломана давайте спящую нет ранить голову интересно ну с другой стороны и давайте спящего будем встраивать интересно сколько я денег вообще от торговых компаний получаю просто вот я могу третье увидите уже основательно их всего три максимум 153 ну 200 ну 300 денег до 300 ничего так ничего так ну ладно как я искал продолжение уже в следующей серии спасибо что смотрите а ты реформе это квест выполнили джаггернаут готов опять там кто-то да просто у вас на день не кажется у вас на пути как раз находятся люмерис они я ну реально серьезно вот у них на пути от конкретно люмерис пускай не за счет них бы расширились а потом уже на меня нападали неважно можно повоевать на этом все спонсоры могут прямо сейчас посмотреть продолжение во вкладке сообщества для всех остальных она выйдет завтра спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и и и